Лица героев нашего сюжета по понятным причинам мы не можем показывать. Они – пациенты наркологического отделения психиатрической больницы 24. Их жизнь сломали наркотики. Пытаюсь начать новую жизнь, но никак не получается. Это у меня происходит уже в течение 20 лет. А что именно? Наркотики. Губят. – 20 лет назад вы были, наверное, совсем молоды? – Ну, естественно, 19 лет мне было. – Что посоветуете той молодежи, которая… – Даже вообще не смотреть на них. Не то, что пробовать, не смотреть на наркотики. Потому что из-за них, во-первых, болячек много. А вот тюрьма прошла я. И периодически больница. – Семья есть у вас? – Нет, и семьи нет. Все потеряно. – Была и хорошая работа, было и накопление. И как бы… Ну, все это, потом все это уходит на наркотики. Я считаю, что здесь, ну, помогают. И были у меня большие промежутки, когда я не употребляла после этой клиники. Вот, ну, неуравновешенная психика, какие-то жизненные ситуации у меня опять на путь наркотиков. Семья была, три брака за спиной. То есть дети как бы особо я не растила их. Смотрю на другие семьи и хочется, чтобы у тебя так же было. Ну, пока у меня так, стараюсь. Печальная статистика говорит, наркозависимых людей в нашей стране меньше не становится. Заведующий наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Запольнова приводит цифры. В последние три года мы не отмечаем уменьшение лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. В настоящее время на диспансерном учете находится 133 больных с наркоманией. И из них четверть – это девушки, женщины молодого работоспособного возраста. На горячую линию в наркологическое отделение звонки поступают ежедневно. Чаще звонят родственники в попытке спасти близкого им человека. Мы, наркологи, всегда стараемся вместе с пациентами, вместе с психологами достичь длительной ремиссии. То есть такого уровня жизни нашего пациента, когда он может благополучно жить в семье, работать, участвовать в общественной жизни и не испытывать влечения к психоактивным веществам с тем, чтобы не быть привязанным к наркотическому зелью. В стенах отделения наркозависимый человек получит разностороннюю помощь. С пациентами работают наркологи, психологи, психотерапевты. Проводятся тесты, которые позволяют понять, употребляет ли человек в данное время наркотики. Здесь же проводят забор крови на гепатит, ВИЧ-инфекцию. Каждый человек в своей жизни сдавал кровь на ВИЧ-инфекцию не раз по каким-либо показаниям. И он изготавливается несколько дней. Здесь же делают экспресс-анализ. То есть результат будет готов прямо сейчас. Очень важен настрой пациента на лечение, говорят доктора. Если есть настрой на восстановление, то успех в лечении будет более эффективным. И что хочется сказать, те люди, которые настроены на лечение, мы идем им навстречу. У нас очень много в больнице хороших специалистов. Видов наркотических веществ становится больше. И задача тех, кому выгодно – это подсадить на наркотики подростков и молодежь. Поэтому сотрудники отделения плотно работают с учебными заведениями, проводя тестирование. К счастью, в последний год случаев приема наркотических средств школьниками и студентами колледжа Московия не было выявлено. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.